Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube и сегодня мы с вами продолжаем тему осени. Я знаю, что еще лето, я знаю, как тяжело говорить летом об осени, но нужно, нужно быть заранее готовым, чтобы войти в осень плавно, с приятными ощущениями, подготовленными и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня мы поговорим о базовом осеннем гардеробе на 2018 год, поэтому если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Давайте начнем с того, что я, как обычно, мы уже с вами не раз на канале обсуждали тему базового гардероба. Просто зайдите на канал и у меня прямо над каналом есть такой поисковичок, вы вбиваете базовый и вам выпадают все видео, которые я так или иначе делала и затрагивала тему базового гардероба. Поэтому в этих видео, в предыдущих, вы сможете однозначно увидеть эволюцию рассказа о базовом гардеробе. Я всегда начинала с чего-то такого супер нейтрального и так далее и тому подобное, но теперь хочется как-то начинать привносить в этот базовый гардероб очень персональную или интересную нотку. И сегодня мы поговорим о базовом гардеробе, который одновременно со всем остальным еще и немного трендовый. Если вы помните, мы об этом говорили, когда говорили о летнем базовом гардеробе, как в летний базовый гардероб внедрять что-то такое личное. И вот сейчас абсолютно ту же штуку сделаем для осеннего гардероба. Давайте для начала, как обычно, пройдемся по тому, что в принципе у нас присутствует в базовом осеннем гардеробе с моей точки зрения. Естественно, небольшой дисклеймер, вы можете для себя варьировать, что подходит, что не подходит, что вам нравится, не нравится, что-то вы можете менять, где-то длину, где-то саму вещь, где-то цвет, как вам нравится. Естественно, пишите в комментариях, что вы бы добавили, чего вам не хватает или наоборот, чего вы считаете много в данном базовом гардеробе. Хочу напомнить быстро, что базовый гардероб это гардероб, это набор вещей, которые максимально нейтральные, благодаря чему с ними можно составлять огромное количество комплектов. И в отличие от ярких вещей по цвету, по текстуре, по принтам и так далее, эти вещи очень миксабельные, миксуемые. В этом их основная фишка, что есть базовый гардероб более нейтральный, а есть яркие вещи, которые вы добавляете в свой гардероб и таким образом создаете интересные комплекты. При этом, в принципе, вы можете создавать комплекты только из базового гардероба, и они будут достаточно нейтральными. Или же можете добавлять что-то яркое, и создаются какие-то уже более интересные комплекты, по вашему желанию. Итак, стартуем, из чего состоит, по моей версии, Volume 2018, базовый гардероб на осень. Хочу сказать, что это осень, начало осени, середина осени, не глубокая осень, потому что глубокая осень, по крайней мере, в Киеве, например, реально похожа на зиму. Поэтому там уже дальше поговорим, так далеко забегать не нужно. Начнем с топов. У нас есть две футболки совершенно базовые, у нас есть серая футболка, у нас есть черная футболка. В принципе, когда я говорю про футболки, я всегда отдаю предпочтение футболкам более структурированным. Это значит, что они держат форму, когда они на вас сидят, они не опадают, они не супер, как сказать, не то, что даже мягкие, они не супер тонкие, не просвечиваются. Это очень важно. И воротник более плотный. В этом, как бы, я считаю, фишка. Дальше у нас есть футболка с принтом. Это бренд Isabel Moran, и, собственно, поэтому и футболка с данным принтом. Принт достаточно нейтральный по цветовой гамме, потому что у нас есть голубой, у нас есть красный более-менее нейтральный цвета и белый как фон. И данная футболка уже будет чуть более яркой, добавляет трендовость вот этой логомании, которая у нас присутствует, но при этом не бросается активно в глаза. Дальше у нас есть гольф кремовый, ребристый, очень интересный. У нас есть черный нейтральный гольф полупрозрачный. У нас есть рубашка, причем очень интересного кроя, оверсайз, очень трендовый силуэт, комбинация двух таких базовых оттенков. У нас есть молочный, у нас есть голубой, свободный силуэт и нечеткая линия плеча, неровный крой внизу, асимметрия присутствует. Это класс. Дальше у нас есть более теплый вариант свитера, такой джемпер-слэш-свитер, оверсайз, серый, теплый, классный, длиной до середины бедра приблизительно. Это по топам. Идем в правую сторону, дальше у нас появляются платья. И я, кстати, без какой-либо прогрессии, вот как я вижу у себя же в созданном мною документе, так и рассказываю. Два платья, мы, напоминаем, говорим все еще о базовом, это все базовый гардероб. Но при этом я хотела, чтобы вещи были чуть более интересными и сочетаемыми. И оставляли вот эту вот свою нотку. У нас есть два платья, оба асимметричные крои подола. У одного есть клетка, трендовый нынче принт, и более легкий материал. У другого более плотный материал, опять же та же асимметрия, отсутствие рукава, что позволяет носить его и так, и с жакетом, и надевать гольф под него, и надевать футболку, рубашку, все что угодно. Дальше передвигаемся чуть ниже. У нас есть жакеты и любые виды верхней одежды. В данном случае я выбрала два жакета. Напоминаю, что я бы хотела делать еще и функциональный гардероб, чтобы он не занимал половину квартиры. Любой. Поэтому у нас есть интересного кроя, в данном случае просто бренд Balenciaga. Жакет удлиненный, потому что у него такая силуэт песочных часов. Дальше у нас есть вот очень модный нынче. Помните, я рассказывала про тренд километровые плечи? Вот эти километровые плечи присутствуют в жакете, в клетку еще, причем и с километровыми плечами. Очень структурированный, классный, на запах. Дальше у нас есть кардиган с колорблоком. Но этот колорблок очень нейтральный, поэтому на самом деле более-менее универсальный подход к большинству всего, что вы видите здесь. Два вида верхней одежды. Куртка укороченная, кожанка. И свободного кроя. Достаточно структурированное, при этом оверсайз серое пальто двуборное. Ниже переходим. У нас есть джинсы длиной где-то даже не 7,8, а 3,25. Небольшие такие карго. Дальше у нас есть, я бы даже сказала, что такие легкие клеш. Глубокие, это на самом деле не черный, это глубокие серые цветы. Я его предпочитаю черным, потому что он более универсальный и не настолько контрастный. Дальше именно в джинсах. Дальше у нас есть джинсы интересного кроя с вот этим вот запахом. Одна штанина у нас темно-синяя, другая светлая синяя. Два вида денима, микси. Дальше у нас есть кожаная, может быть, из кожзама юбка до середины колена. Есть юбка трендовый леопард, передно-шелковая, легкая. И есть асимметричная серая юбка, плотная шерсть. Обувь, аксессуары и сумки. Обувь combat boots, очень модные нынче берцы. Sock boots на небольшом каблуке. Вот эти вот ботильоны в виде носочка, которые полностью прилегают к щиколотке. Дальше у нас есть модные нынче казаки, белые с черной подошвой. Белая обувь до сих пор в моде. У нас есть кеды, популярный бренд VEHA, 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 VEHA. Классная, комфортная, более плотная подошва. По сумкам у нас есть более глубокая бордовая. У нас есть сумка clutch среднего размера, приглушенный голубой. И у нас есть классическая, в данном случае просто Kelly, черная, ничего лишнего, среднего размера. И два вида аксессуаров. Для начала будем стартовать с подвеской двух тонов, два вида фурнитуры. Есть два вида финиша у нас из золотой, серебряной. И классические сережки-кольца. Что нужно сказать по поводу вот этого гардероба? Во-первых, этот гардероб, я опять же говорю, что это не для каждого, вы для себя просто варьируете, что да, что нет. Но, как вы видите, практически в каждой вещи, кроме супербазовых, присутствует какая-то такая интересная нотка. Благодаря этому, даже ничего не добавляя в данный гардероб, никаких-то ярких, сумасшедших вещей, вы все равно сможете сделать интересные комплекты, не супер нейтральные. И в этом, собственно, и фишка заключается. Я постаралась для вас показать по примерам несколько вариаций с теми или иными вещами, чтобы вы понимали, насколько на самом деле разнообразные вещи, потому что иногда так не кажется. Первый комплект у нас юбка асимметричная, вот эта серая, с футболкой, более кричащей. И сок-бут с добавляем женственности, и сумка, которая повторяет цвет на футболке, и более грубая кошенка, и подвеска. И как раз слой вот этой подвески на уже существующем принте немного разбавляет его и добавляет какой-то многослойности даже такому более плоскому вверху. Классно в этом образе то, что, во-первых, вы сняли, у вас остается футболка, вы сняли вверху одежду, у вас осталась футболка и юбка. Сок-бут с нейтральной ничего на себя не берут, кроме как немного стройнят ногу и удлиняют силуэт. Юбка нейтральная, с ней можно надевать все, что угодно. В общем, в целом, такой наряд можно надеть как на работу с нестрогим или с отсутствием дресс-кода, на свидание, на коктейль, куда угодно. Очень на каждый день на шопинг. Следующий образ комфортный, более сдержанный. В плане основных вещей, которые на силуэте присутствуют, серая футболка, более темно-серая юбка, казаки, структурированная сумка и кардиган, который пигмент добавляет в образ. Уброс очень понятный, нейтральный достаточно наряд, при этом есть какой-то пигмент, что его немного выводит из этого состояния нейтральности. Уброс более сдержанный по цветовой гамме, но очень интересный по текстурам, ребристый гольф, юбка асимметричная. Дальше у нас есть комбат бут с грубостью добавляем. Дальше у нас есть клатч, добавляем пигменты и клатч среднего размера, поэтому туда поместится не только помада, ключи, а еще и много чего другого. И структурированное оверсайз двубортное пальто, которое все это вместе собирает. И такой наряд при смене обуви даже на работе будет актуален, потому что сумку, естественно, вы с собой на работе, представим, с дресс-кодом не носите, поэтому все остальное очень даже уместно. Еще один вариант, который в том числе для работы подойдет или для какого-то случая, когда вам хочется более классическую нотку внести в свое настроение, передаваемое, естественно, вещами. У нас есть черный гольф, серая асимметричная юбка, черный сок бут с или же более спортивная обувь. Вариация у нас верхней одежды в виде кожанки, чтобы немного грубости этому добавить, добавляем еще один вид фурнитуры, потому что везде у нас серебро. Как я уже говорила, способ заполнить пространство это добавить, еще какой-то вид фурнитуры добавляем золотые серьги. Естественно, золотым финишем не обязательно золотые конкретно. И структурированную сумку. И в зависимости от обуви образ будет либо более таким спортивным ежедневным, либо более утонченным. Как с одной деталью можно менять даже настроение наряда. Дальше такой прогулочный образ для посетителей на кофе с подружками, прогулки с ребенком на площадку, в кино, куда угодно. Футболка. Джинсы интересные. Футболка интересная, джинсы интересные. Комбат бутс. Структурированная женственная сумка. Кардиган, который будет немного оттенять цвет футболки, добавлять еще пигмента. И подвеска, чтобы все это немного разбавить. Следующий вариант с теми же джинсами. Берем что-то более стержанное, потому что джинсы кричащие сами по себе, их не обязательно еще чем-то акцентировать. Оверсайз свитер. Сокбутс. Яркая сумка, чтобы пигмента какого-то добавить. Это очень хороший прием, когда один пигмент присутствует в виде аксессуара и больше не нужно. А на работе сняли и в принципе этого не видно. Как я уже говорила, добавляем еще один вид финиша. У нас золотой в виде сережек. И добавляем структурированное пальто. Естественно, это может быть и куртка, но пальто в данном случае более элегантно смотрелось. И это та цель, которую я преследовала. Более расхлябанный дальше у нас образ на каждый день, на какую-то презентацию, на кофе, коктейль, куда угодно на самом деле. На учебу, например. У нас есть казаки, у нас есть те же джинсы. У нас есть черная футболка, которая будет абсолютно нейтральным фоном служить и никак не выделяется. У нас есть над этой черной футболкой поверх нее вот этот оверсайз жакет, как видите, я такие люблю. У нас есть клатч, который будет немного оттенять джинсы и повторять один из цветов, представленных в более глубоком варианте на жакете. И подвеска, чтобы как-то разбавить вот этот черный фон футболки. Прекрасный вариант. Те же джинсы, я захотела показать вам максимум того, что может здесь присутствовать. Те же джинсы с более структурированной и интересной рубашкой. Добавляем спорта, добавляем вот эту вот грубую куртку, более-менее, да, такую кожанку. И женственную сумку. И получаем микс интересный, кэжуальный на каждый день. Дальше, платье. И вы подумаете, блин, а что с платьем делать? То он и так запоминающийся с принтом, но нет. Добавили грубую обувь, добавили структурированное пальто, добавили пигмент в виде сумки, сережки, чтобы еще один вид фурнитуры появился. И появляется такой интересный микс грубой части обуви с более женственным верхом. На каждый день. На работе можно обувь переодеть. На презентацию, на прогулку, куда угодно. Очень комфортно. То же платье. Меняем обувь, меняем сумку, добавляем кардиган, чтобы пигмент появился. И получается, у нас микс принтов, у нас есть более-менее горизонтально, в некоторых моментах поплывшая клетка на платье. Клетка другой и другой ориентации принт на кардигане, что многослойность интересную создает. И в общем и целом, пигмент появляется, появляется микс принтов. Очень женственный, легкий, при этом комфортный образ. То же платье. Еще раз миксуем принты. Есть клетка такая, есть клетка совершенно другая и по цвету, по ориентации. На нашем жакете. Добавляем еще вот этот оттеняющий пигмент на жакете с помощью клатча. Добавляем фурнитуру. Так как у нас серебряная фурнитура на клатче, специально берем золотые сережки, чтобы еще заполнить образ. Помните, я говорила, по процентам от 0 до 100. И добавляем каблуки, чтобы немного все это вытянуть, чтобы вот эту вот многослойность и объем вверху как-то сбалансировать внизу, чтобы не было все вместе, как мешочек. Возьмем леопардовую юбку. И вы мне такие, что мне делать с леопардовой юбкой? Я ее один раз надену и все. Нет, на самом деле нет. С яркой футболкой, не то чтобы яркой, но принтованной. С женственными каблуками, женственной сумкой. Добавляем подвеску и добавляем удлиненное классическое пальто. Получаем один вариант. Ту же юбку. Меняем вверх на оверсайз свитер. Меняем предыдущий вариант обуви на более спортивный. Добавляем женственную сумку. Аккуратные сережки. И удлиненное пальто. Получаем еще один наряд. Та же юбка. Серая футболка. Потому что если бы была черная футболка и черный жакет, это было бы слишком, знаете, вот слишком done up. Слишком идеальный-идеальный образ. Вот такой какой-то вот продуманный по всем мелочам. А хочется разнообразия. Давайте по цвету даже добавим. То есть не черная футболка, а серая футболка. Чтобы еще какой-то пигмент появлялся или оттенок. Серая футболка, черный, интересного кроя жакет. Грубая обувь и подвеска. Класс, класс. И на самом деле это же не предел. То, что я показываю, это так, чтобы немного вдохновить вас на различные варианты того, что можно делать с этими вещами. И это только, я напоминаю, базовый гардероб. Из которого вы даже сейчас можете несколько вещей исключить, которые вам не нравятся. И все равно у вас будет готовый гардероб, в котором можно ходить пару месяцев, просто миксуя вещи внутри него. Дальше у нас есть кожаная или с кожзамом. В данном случае это кожаная юбка. Другой вид кремового, вот этого вот более теплого оттенка гольфа. Женственные каблуки, пигмент в виде сумки, сережки и пальто. За счет того, что здесь у нас крем и здесь крем просто в различной теплоте, появляется более цельный силуэт, который очень классно и элегантно смотрится. Поэтому это тот вариант, который всегда является прекрасным приемом, если вы, например, приходите на какое-то мероприятие, если вам нужно выглядеть собрано, собеседование, все что угодно. Вот если у вас собеседование в прохладное время года, это прекрасный для него наряд. Расслабленный, потому что вы еще не работаете в этой корпорации. Собранный, потому что есть официоз в виде одного оттенка кремового, очень элегантного цвета. И более-менее праздничный, так сказать. Собственно, собственно, по образам это все. Я специально не создавала все возможные вариации внутри этих образов. Поэтому подумайте, пожалуйста, давайте с вами поупражняемся. И напишите, какие варианты сочетаний внутри этого базового гардероба я не учла еще или вы еще не увидели сейчас в этом видео. Что вы для себя представили? Напишите, что в этом базовом гардеробе вы бы убрали или добавили. Но я постаралась в этом видео донести для вас самый главный принцип того, что базовый гардероб не значит скучный и не значит совсем какой-то монохромный и грустный, при котором можно засыпать, когда на него смотришь. Можно что-то добавлять. Но вот это что-то должно миксоваться совсем другим в гардеробе. Это базовая вещь тогда. И вот это мой вариант вашего потенциального базового гардероба на эту осень 2018. На сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.